Самая коррумпированная сфера Верхневожия – это образование. Об этом в ходе пресс-конференции заявил региональный прокурор Сергей Лежников. Он подвел итоги годовой работы по противодействию коррупции, рассказал о том, что сейчас происходит с самыми громкими делами взяточников. Интересующие вопросы по этой теме задавала и Мария Шалованова. В этом году прокуратура изъяла более 20 дипломов о получении высшего образования. Своих долгожданных корочек лишились те студенты, кто недобросовестно подошел к своему обучению. Если студент за сдачу какой-то дисциплины в период своего обучения без ее оценки заплатил деньги, то принимаются меры, предъявляются иски в суд, и диплом, выданный этому студенту, признается недействительным. По одной простой причине, что он не прошел в полном объеме курс обучения и не сдал те экзаменационные, сессионные минимумы, которые необходимо было сделать в процессе обучения. И меры были приняты не только в отношении студентов, но и преподавателей. Те из них, чья вина была доказана, получили в том числе и уголовные наказания. Так же, как и руководитель одного из оборонных предприятий Тверской области. Например, по одному из уголовных дел предприятия, получив деньги в рамках государственного оборонного заказа, оборудование, которое ими было приобретено в 80-90-х годах прошлого века, выдавалось за новейшие разработки. Это сфера ракетно-космической отрасли. То есть, понимаете, последствия вот этих хищений, они с далеко идущими фактами. Наши чиновники, наши руководители конкретных предприятий, они чураются даже такими отраслями, где человеческая жизнь уже ракетно-космическая отрасль, о чем мы тут говорим. Ну а самым дорогим делом о взятничестве стало дело замначальника отдела полиции Удомельский. Он по предварительному сговору со своим подчиненным, старшим оперуполномоченным, сотрудником группы экономической безопасности и противодействия коррупции, получил взятку за покровительство местному предпринимателю. Действительно, получили взятку в размере более 1,9 млн рублей за, назовем вещь с вами именами, за крышевание лиц, близких им, которые занимались в отрасли лесного хозяйства. То есть, это рубки и все, что с этим связано. Соответственно, дело сейчас направлено с утвержденным заключением в суд, находится еще по существу нерассмотрено. Всего за эти 11 месяцев прокуратура установила более 4 тысяч нарушений в сфере коррупции. До судов дошли 53 иска, по которым 515 человек привлекли к уголовной ответственности.